всем привет вы на канале вишневая рукоделие меня зовут лена я буду снимать свою новую рукодельную неделю вышивальную неделю к сожалению сегодня уже четверг какое 6 февраля прошлая неделя закончилась воскресенье и в ней я говорила что я не успела закончить вот эту работу я успела ее закончить я закончу снимать видео смонтировав его и выложив я тут же засела за работу и все абсолютно все закончила сидела по моему до часа ночи или до часа 30 несмотря на то что мне вставать нужно было в 7 утра даже чуть раньше я встаю постирала положила ее сушиться но вот пока не погладила или не помню или погладила совсем легонечко в общем в таком виде сейчас у меня эта работа я ее закончила все она у меня готова так что дальше она ждет когда будет готова ее напарница там будет щелкунчик и щелкунчик у меня в планах на февральские старты правда я еще до конца не продумала как я буду их снимать когда я буду все начинать потому что потому что сегодня четверг я только началась снимать неделю где я была с понедельника по среду я могу рассказать я практически не вышивала что я вышивала я сейчас покажу это у меня кусочек от собаки вышила я совсем немножко буквально вот вот это вот место я и вышила совсем чуть-чуть если тут наберется крестиков 150 будет отлично и вот это все у меня вышилось в понедельник и во вторник вчера в среду я не вышивала совсем потому что я просто банально уснула с детьми и просто уже когда проснулась переходить свою кровать не смогла начать вышивать потому что уже было двенадцать я уже спала сегодня я только вернулась из театра мы с подругами ходили в театр в мастерскую петра фоменко на спектакль безумное и шайо мои впечатления о спектакле я здесь оставлять не буду я на 20 минут провалилась в сон вот такое со бывает к сожалению довольно часто на спектаклях я засыпаю причем на детских и на взрослых на моей памяти единственный спектакль на котором я не уснула это лебединое озеро на прошлой неделе то есть прошлый четверг вот там я не спала вот когда ходишь после работы в конце тяжелого трудового дня в театр где выключается свет очень трудно сдержаться меня клонит сон вот вышивая я точно так же я наверно не сказала это оживательная игрушка наверное сейчас у меня есть минут 15-20 чтобы повышивать наверное попробовать это место хотя бы зашить что у меня получится из этого не знаю но просто вообще никакой рукодельной недели у меня получается не будет еще хотела на этой неделе немного повышевать хотя бы чуть-чуть вишни и домик мечты я уже давно не вышивала то есть у меня планов очень много а времени к сожалению очень мало все до следующего включения всем привет вот подошла к концу моя рукодельная неделя совсем она была не недели даже а так это наверное всего лишь три дня можно сказать я вышивала и то очень мало но главная моя заслуга еще прошлой неделе но дело в том что я ее не показала когда уже отсняла последний ролик то уже потом села и ночью до вышивала это рапунцель по оригинальному буклету содая содостич об этом об этой работе я не буду снимать видео отдельное просто наверное скажу здесь это этот набор вышивался по буклету буклет с набором то есть туда уже была вложена канва и вложены нитки нарезаны нарезанные не были я так понимаю что эта девочка индивидуальный предприниматель на визитке у нее было написано какая она сама представилась что она официально и представитель визитку потеряла не могу точно сказать в общем в этом наборе мне не понравилось то что мне не хватило ниток конкретно вот этот голубой цвет 38 11 или 10 в общем 38 с чем-то и закончить и теперь он у меня остался целый моток но в целом набор мне понравился мне дизайн понравился мне понравилась легкость крупный каунт в общем все мне здесь устроил и результат просто шикарный сейчас покажу вам свою изнаночку я никогда не показывала мне кажется ни в одном видео изнанку своих наборов сейчас я это сделаю вот мне кажется она довольно аккуратная я делала маленькие узелочки когда закрепляла бэкстич не вижу ничего в этом страшного думаю что так как это будет у меня подушка то все эти узелки и тем более наволочка будет стираться где где-нибудь там что-нибудь выскочит меня эти узелки не смущают так что вот такая хорошенькая работа еще одна работа которую я вышивала на этой неделе ну как и последние несколько дней в принципе это жевательная игрушка от фирмы dimensions вот превью если кто-то не знает сейчас я ее разверну покажу сколько у меня вышито на самом деле не прикасалась к ней вернее можно сказать на сколько я ее вышивала я ее вышивала во вторник наверное вечером и наверное в пятницу да потому что в среду нет не в пятницу а хотя на на в пятницу в общем наверно среду вторики вышивала в четверг и в пятницу у меня были встречи в четверке ходила в театр пятницу встреча с коллегами и друзьями у меня была и поэтому я пришла поздно не Не помню, вышивала я или нет. В любом случае, я была уставшая. И мне удалось вышить не очень много. Ну, за эту, так сказать, неделю, так называемую, у меня вышился вот этот кусочек. Да, это совершенно немножко. Я себе ставила задачу еще на прошлой неделе всю собаку вышить, всего шоколадного щенка, но вот не получилось. Только сейчас заметила, что у меня вот тут вот иголочка торчит. Ведь, видимо, я в субботу утром или когда я вышивала, собиралась и быстро мне позвонили, я так оставила и убежала. Все, больше я к ней не притрагивалась, а сегодня так на минуточку уже вторник, 11 февраля. Вот, сейчас я покажу другие свои процессы и расскажу, почему я к этим щенкам не возвращалась так долго. Но сегодня, мне кажется, я к ним вернусь и все-таки вот здесь бэк добью и хотя бы вот эту часть я закончу. Еще я в субботу утром решила, что хватит мне уже. Я давно сказала, что у меня будет в феврале несколько стартов новых процессов. И вот я их наконец-то начала. Во-первых, это чудесная игла. Да, здесь порезанная такая, такое превью, потому что я отрезала ключ, убрала его, чтобы он мне не мешался, потому что вот эту схему я креплю вот так на магнитик и она постоянно передо мной на пяльцах. Этот процесс здесь я поменяла конвой, вышиваю так в свое удовольствие одной рукой. В общем, вот такие у меня продвижения. Это у меня субботы, суббота, воскресенье, понедельник и вторник я вышивала по утрам буквально минут по 20, наверное. Совсем малепусечки, а не продвижения. И еще один старт, который я решила начать с маленьких стартиков, с малепусеньких. Это у меня будет вышивка на одежде, вот такой песик. Начала, ну, как обычно, снизу и начала совершенно, совсем чуть его повышивала и решила переключиться на смородинку. Так что сейчас у меня была в процессе смородинка, но сейчас продолжу вышивать песиков. Если все у меня будет хорошо и эта неделя меня не подведет, то на этой неделе я планирую начать вот эти два набора. Просто начну, здесь я размечу конвой, начну несколько, может быть, один квадратик выше. Я вот думаю, как мне опять так же начинать. В прошлый набор я начинала вот с правого нижнего угла и шла по кругу, параллельно вышивала. То есть вот так пошла, сюда пошла, параллельно вышивала вот эту картинку и вот так замкнула. Все, вот здесь я закончила на прошлой картинке. А африканскую женщину я буду вышивать с середины и пойду сначала вниз, а потом вверх. Мне вверх всегда легче, быстрее, поэтому вот таким образом все это проверну. Все, заканчивается моя вышивальная неделя. Была она не очень плодотворной, не очень продуктивной, но зато у меня было много других эмоций. Очень много эмоций было, очень много положительных каких-то впечатлений. Встретить с друзьями, походы в театры. И вам того же желаю. Всем спасибо за то, что смотрели меня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok